Воспитание настоящего гражданина, любящего свою родину, ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны, формирование толерантности, веротерпимости, противодействие проявлениям экстремизма и терроризма – сегодня главная задача педагогов. С этой целью в школах проходят патриотические мероприятия. Одно из них, посвященное Дню Защитника Отечества, торжественно прошло в 6-й школе Карачаевска. К этому дню и ученики-учителя готовились с особым усердием. Вместе с ними патриотизмом прониклась и Фатима Даурова. Праздник начался торжественным митингом на Аллее Героев в центре Карачаевска. Представители администрации, районного отдела образования, сотрудники и ветераны Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии пришли сюда, чтобы выразить почтение солдатам Отечественной войны, защитникам Родины. Красная гвоздика – символ мужества, верности, пролитой крови. Цветок солдата-победителя олеет в руках взрослых и учеников 6-й школы Карачаевска, готовых к возложению к памятникам героев как дань памяти, проявлению уважения и признания храбрости. Здесь, стоя лицом к лицу к солдатам, у каждого из присутствующих мысли об их проявленном героизме особенно волнующи. Герой – это кто не боялся рисковать своей жизнью, чтобы спасти, например, человека, мог сам умереть, но спасти товарища. Вот это я называю героем. Я чувствую патриотизм и что эти люди защищали нашу страну, несмотря на то, что могли умереть в любой момент. Время помнить и все время нужно делать такие мероприятия и вспоминать их. Находясь здесь, я чувствую великую гордость за своих предков, за их подвиг. И, конечно, росгвардеец Богатрёв Керемняминович готов повторить их подвиг, подвиг наших предков героев для защиты великой, могучей, доброй России. Шестая школа Карачаевска гордо носит имя Героя России Дугербия Танаевича Узденова. Патриотическому воспитанию учеников уделяется особое внимание преподавательского состава. Сотрудники Управления Росгвардии России по республике – частые гости на различных мероприятиях в этой школе. Они – живой пример благородства, мужества, воинской доблести. Дети не хотят их отпускать. И очень часто они отпрашиваются, говорят, мы к вам ещё вернёмся, мы с вами поговорим, мы с вами пообщаемся, мы вас пригласим к себе. Вот, например, росгвардейцы нас пригласили к себе, видя интерес, живой интерес детей. Они примеряют их форму, спрашивают о том, насколько сложна их служба, как они отдыхают, как государство заботится о них, какие у них перспективы по службе. То есть очень заинтересованы, это просто надо видеть, словами это не расскажешь, насколько у них горят глаза. Каждый хочет сфотографироваться с этим человеком, близко постоять, задать свои вопросы. На импровизированном солдатском привале вкусно дымилась каша. Там никакого секрета нет, в принципе. Обычная каша гречневая с мясом. Это вот солдатские порции. Около развернутого госпиталя артисты давали концерт уставшим бойцам. Маленькие артисты успешно вжились в свою роль. Вкусный обед прямо на земле с ними разделил начальник отдела вневедомственной охраны Карачаевска управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Керим Богатырёв. Как вам на вкус солдатская каша? Великолепный вкус. Великолепно. С такой кашей, конечно, нашим победили немецких фашистов. Все гости с удовольствием пообедали на свежем воздухе и отправились на дальнейшую школьную экскурсию по военной истории. Им был представлен бессмертный полк. В руках ребят фотографии прадедов, прабабушек, своих земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Так проявляется преемственность поколений и живая память о героях.